Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке нефти, ее перспективы и чем же действительно отличился первый месяц исполнения договоренности о сокращении добычи между странами ОПИК, России и прочими экспортерами, которые присоединились к данному соглашению. Напомню, что в конце прошлого месяца, точнее в конце ноября, было оглашено решение ОПИК в Вене после переговора в Вене о сокращении доходов, точнее сокращении добычи нефти. Данное сокращение ставило в целом 1,8 млн баррелей в сутки при добыче на тот момент страны ОПИК на уровне 33,8 млн баррелей в сутки. Здесь можно заметить участие России, также сокращение на 300 млн баррелей в сутки, но в целом же инициатором, так же как и страной, взявшей на себя большую часть сокращения, стала Саудовская Аравия с 486 млн баррелей, тысячами баррелей в сутки. И, соответственно, заморозка на таком уровне до окончания июня месяца. Следует обратить внимание на то, что общий объем производства нефти в Саудовской Аравии, как в России, превышает 10,5 млн баррелей в сутки. И сокращение, в принципе, составляло от 3 до 5% от общего производства данных стран. Здесь следует обратить внимание на то, что сокращение лишь на 4, максимум 5% привело к более чем 20% увеличению котировок нефти. Так, марка WTI выросла в цене с 45 долларов за баррелей до назначения в более чем 54 доллара за баррель. Это явилось более чем 20% увеличением цены при сокращении лишь на 3 до 5%. Также следует здесь уточнить то, что общий объем сокращения, даже если учитывая, что прочие страны производили бы то же значение, хотя они стали производить, безусловно, больше при более высоких ценах на нефть. 1,8 млн баррелей в сутки является достаточно скромным результатом, но при всем при этом это позитивно повлияло на котировки нефти. Одним из наиболее отслеживаемых индикаторов, который влияет и на котировки нефти, является изменение запасов сырой нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов. Эти данные публикуются двумя основными источниками. Первый, который можно заметить на данном экране, на данном графике, это недельное изменение запасов нефти от Американского института нефти, который продемонстрировал, что на прошлой неделе увеличение запаса сырой нефти состояло в целом более 14 млн баррелей. Это значение соответствует так или иначе данным, которые продемонстрировала Государственная администрация энергетической информации Соединенных Штатов, где увеличение было зарегистрировано практически на 14 млн баррелей. Также стоит обратить внимание, что начиная с конца ноября, больше регистрировалось увеличение запасов сырой нефти, нежели сокращение. И это было в основном компенсировано увеличившимся спросом, который вооружался в индексе деловой активности и также импорте в страны, такие как Китай, который увеличился. И при всем при том, что за последние полтора месяца котировки находятся в диапазоне цен, чуть выше 50 долларов, от 50 до 54 долларов за баррель данные, которые регистрировали именно увеличение. Запасы сырой нефти не повлияли существенно на снижение цен. И все-таки основной фокус участников рынка был направлен на результаты сокращения, которые оглашались ответственными лицами в странах, которые присоединились к соглашению. И, как было заявлено, большая часть сокращения было исполнено успешно. Индекс деловой активности в промышленном и непромышленном, но больше интересен. В промышленном секторе Соединенных Штатов за прошедший год регистрировал значение больше 50, что соответствует расширению производства и расширению заказов в промышленности. И, соответственно, так как нефть является движущим фактором, практически топливом для промышленного сектора любой страны, а Соединенные Штаты являются первой экономикой в мире, и одной из экономик, которая употребляет больше всего нефти в сравнении также с китайской экономикой. Увеличение деловой активности в промышленном секторе также толкает котировки нефти вверх или к минимуму при более высоких, при постоянно растущих за последнее время запасах сырой нефти. Это не приводит к снижению котировок. Схожая ситуация индикатора PMI, то есть индикатора деловой активности в промышленном секторе, регистрируется и в китайской экономике, также одной из крупнейших экономик мира. В зависимости, как посмотреть на ВВП данной страны, можно сказать, что он находится и на первом, и на втором месте. И, соответственно, имеет крупнейший сектор производства, то есть промышленность, одной из наиболее крупных является в сравнении с прочими странами. За прошедший год можно заметить индикатор PMI находился во второй половине года в назначении больше 50, то есть наблюдалось расширение деловой активности и при всем при том, что значения роста, годового роста за последние 6 лет в Китае снизились с двухзначных 12% в 2010 году до 6,2% на окончании 16-го, начало 17-го года. При всем при этом расширение деловой активности в производственном секторе демонстрирует позитивную динамику и, соответственно, толкает спрос на нефть. Рост индийской экономики также является существенным фактором, двигающим котировки вверх. Здесь можно отметить, что хотя за последние 4 года при достаточно волатильных ценах на нефть стабильность данного региона, точнее, рост данного региона сохраняется на прежнем уровне и значение более чем 7% и соответствующее расширение PMI, то есть деловой активности в производственном секторе продолжают поддерживать котировки нефти и на эти изменения также обращают внимание участники рынка нефти и нефтепродуктов. Производство сырой нефти странами ОПЕК, которые расположены в данной таблице, особенно ее изменения, которые показаны в 1000 баррелей в сутки, в декабре по отношению к ноябрю, продемонстрировало отрицательное значение, то есть сокращение стела в чуть более 0,2 млн баррелей в сутки. И это положительная динамика, учитывая то, что на тот момент еще не вступила в силу договоренность по сокращению нефти и также обычно декабрь и ноябрь, декабрь в целом зимние месяцы являются временами, когда повышается спрос на горючее, на мазут, на соответствующие прочие углеводороды и, соответственно, сырую нефть также. Эта динамика привела к тому, что котировки придерживались диапазона цен и в последнее время намечаются плавные, возможно, дальнейший рост на данном рынке. График, который мы рассмотрим чуть позже. Прогноз на подставки сырой нефти в страны, не входящие в нефтяной картель на 2017 год, показывает по оценкам секретариата нефтяного картеля ОПЕК, что на конец 2017 года будет зарегистрировано несущественное увеличение на 0,2 в целом. На 0,12 миллионов баррелей в сутки по сравнению с окончанием 2016 года, где было зарегистрировано 57 миллионов баррелей в сутки в среднем уровень добычи. И, соответственно, расчет здесь ведется именно на то, что ОПЕК именно будет брать на себя основную роль в нормализации рынка нефти именно из-за того, что страны, не входящие в ОПЕК, будут производить тот же объем, а страны, входящие в ОПЕК, будут сокращать добычу и замораживать ее. А в 2017 год рассчитывается рост глобальной экономики. И, соответственно, это приведет к повышению спроса на нефть. На этом ставится акцент. И, соответственно, будет при сохранении актуальности данных прогнозов повлиять позитивно на динамику нефти в ближайшие несколько месяцев. Еще одним фактором, на который активно обращали внимание нефтетрейдеры, участники данного рынка, инвесторы, является количество буровых установок Соединенных Штатов и, соответственно, число которых расположено на левой оси и объем производства на правой оси в миллионах баррелей в сутки. С ноября, где было принято соглашение, постоянно регистрируется рост данных буровых установок. И, соответственно, это приводит к росту производства нефти, которые за несколько месяцев, за два месяца, с ноября, когда было оглашено решение сокращать и всего лишь за месяц уже после вступления в силу данных договоренностей и, соответственно, после роста цены нефти в 45 до 54 долларов за баррель. Это привело к существенному росту как количества буровых установок, так и к росту примерно на полмиллиона баррелей в сутки дополнительных поставок на рынок нефти. Это компенсирует уже на текущий момент сокращения, которые приняты странами ОПЕК, Причем при этом эффективность сокращения неоднократно подчеркивается энергетическими, то есть министрами энергетики данных стран и все еще не позволяет опускаться котировкам нефти, который подстегивает также и спекулятивную активность. На данной графике заметно рост за последние два года объема производства нефти, который на окончании 2015 года. На окончании 2014-2015 года вставлял в районе 94 миллионов баррелей в сутки, значение на конец 2016-2017. То есть здесь чуть более 3% роста производства за несколько, за два года. Регулятором данного роста явились страны ОПЕК. Можно заметить, что при плавном росте глобальной добычи достаточно изменялась добыча в странах ОПЕК, и этим отчасти регулировался дисбаланс между поставками и спросом на нефть и нефтепродукты. На данном графике здесь уже расположены за последние 4 года помесячно объем резервуаров для хранения экономической нефти в странах, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития, в которые входят 30 наиболее развитых стран. Здесь на что стоит обратить внимание, на то, что синяя линия данные объема резервуаров на 2014 год, темно-синяя 15 и соответственно желтая уже на 2016 год. В каждом из данных лет было зарегистрировано более высокое значение объемов запасов, и следует просто обратить внимание на то, что рост с 2014 года, окончание 2014 до окончания 2016-2022 года, значения выросли с 2,7 миллиардов баррелей до 3. Это демонстрирует рост в 10%, хотя безусловно экономики и потребности экономики не выросли на столь большое значение. Этот фактор является достаточно существенным для определения потенциала будущего развития рынка нефти, так как увеличение запасов непропорционально росту экономики является необоснованным, и рано или поздно оно будет просто прекращено. Были вынуждены страны строить больше резервуаров, так как спрос мог просто обвалиться в ином случае и, соответственно, привело бы к краху самого рынка нефти. Изменение запасов строя нефти в Китае также отслеживается участниками рынка, но данное значение не публикуется периодически, то есть со стороны Китая данные выходят не столь актуально, или если выходит, то не так часто, как хотелось бы, но в целом в данной стране регистрируется падение запасов строя нефти, что также двигает котировками нефти вверх. То есть это также страна является одной из немногих, которая зарегистрировала падение запасов строя нефти, соответствующие расширения производства было тому причиной. Объем спекулятивной активности именно инвестиций в рынок сырой нефти, именно то, что касается окончания 2016 года, замечено, что выросло количество открытых позиций некоммерческого назначения, то есть те, кто не предполагает прямых подставок, то есть спекулятивных. На конец года было зарегистрировано более 2 миллионов контрактов, и чуть меньшее значение было на конец ноября. Это подстегивает сам рынок и дополняет его ликвидностью. Говоря же о балансе и о тех прогнозах, которые ОПЕК рассматривает на 2017 год, при сохранении поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, разница между потреблением, то есть которое оценивается на 95,6 миллионов баррелей в сутки на конец 2017 года, разница должна составить то, что будет производить ОПЕК. Учитывая то, что ОПЕК является площадкой возможных координированных действий, которые я, в принципе, заработал в конце ноября прошлого года, в случае, если действительно объем производства в странах, в первую очередь в США, не входящих в ОПЕК, будет стабильным, что безусловно маловероятно, но тем не менее изменение общего объема поставок стран, не входящих в ОПЕК, скорее всего, останется примерно на том уровне, ОПЕК будет вынуждена лишь сократить чуть на большее значение, в случае, если будет увеличение, ну, сейчас уже происходит увеличение поставок стран вне картеля, и, как заявляется в последнее время все более часто, потребуются дополнительные сокращения со стороны ОПЕК уже во второй половине 2017 года. Еще один вариант взгляда на то, что происходит на рынке нефти представляет собой перевозки в танкерах сырой нефти. Здесь можно заметить данные на конец октября, ноября и декабря. Средние посуточные данные по количеству нефти, которая фрахтовалась каждый день, да, то есть погрузки в октябре это было 15,42 млн баррелей в сутки в среднем. В декабре это показатель вырос до 16,38. Говоря о том, что находилось уже в пути, да, то есть нефтетанкер, которые находились уже от ракета до местного назначения, также регистрируются более высокие значения, то есть плавное увеличение поставок. И говоря о прибытии, уже по месту прибытия зарегистрировано более высокие также значения, чем есть самая исключение, является небольшое сокращение для Дальнего Востока, то есть прибытие на Дальний Восток, порты Дальнего Востока. Данная индексативная карта показывает основные маршруты нефтетанкеров и, соответственно, это карта ВЗТАС-источника, который позволяет нефтетанкерам отслеживать в реальном времени, ну, как минимум, более часто, чем предоставляется данными с государственных агентств, то тот объем нефти, который перевозится, находится на фрахтовании, находится в ожидании, в порту, в ожидании разгрузки и так далее. Данные предоставлены этим источником. Итак, данные, они представляют собой инициативу нескольких нефтетрейдеров из Соединенных Штатов, которые организовали и в Твиттере. Обмен информацией данных можно найти по хэштегу есть сайт также tankerstrecker.com, который предоставляет данную информацию. В чем преимущество? Это то, что данный ресурс позволяет рассчитывать объем как минимум для Соединенных Штатов, но также и для других стран, объем поставок и, соответственно, изменение сырой нефти так или иначе с определенной долей достоверности, учитывая и спрос, который остается так или иначе на том же уровне. Безусловно, есть и рост, но меньше изменяется, чем поставки иногда. В свою очередь, предоставляет возможность расчета изменения запасов сырой нефти в Соединенных Штатов еще до публикации государственных данных. Эти два графика для даты UTI и бренда на 2016 год показывают рост как котировок в течение года, так и соответствующий рост спекулятивной активности. То есть спекулятивная активность выражена в тысячах контрактов, правая ось котировки, левая ось. Повышение цены всегда сопутствовало этому и повышение спекулятивной деятельности, то есть открытых позиций. Лучше всего это заметно на рынке марки бренд, но также здесь можно регистрировать увеличение количества открытых позиций, чему соответствовало и рост котировок. С точки зрения технического анализа на дневном графике за последние месяцы сформировался боковой тренд, но при более далеком рассмотрении, начиная с августа прошлого года, восходящая динамика на данном рынке сохраняется. И учитывая те данные, которые мы рассмотрели, увеличение деловой активности в производственной секторе, крупнейшей экономикой, как Соединенные Штаты, Китай и Индия, это будет дальше подталкивать котировки нефти, безусловно, до определенного предела, котировки нефти в среднесрочной перспективе и по причине того, как мы можем заметить и повышение деловой активности, и повышение спекулятивной активности на рынке, уже только нефти, и, соответственно, невосприимчивость увеличения, постоянного практически увеличения, по данным Агентства энергетической информации Соединенных Штатов, увеличение запаса сырой нефти, это не останавливает падение котировок и больший взор участников устремлен именно на возможные будущие сокращения, которые и переговоры, по которым, скорее всего, могут начаться в ближайшее время. То есть то сокращение в 1,8 миллионов является недостаточно явным для рынка нефти, и оно компенсируется из-за эластичности спроса нефти. То есть сокращение там на 1,8 миллионов, предположительно, если бы оно было таковым, составляет примерно 2% от общего производства нефти, и оно привело к 20% увеличению цены на нефть. То есть, соответственно, эластичность данного спроса, оно лишь какие-то переговоры, заявления уже от официальных чиновников, лиц, то есть, которые присоединились, официальных лиц государств, которые присоединились к данному сокращению, все это находится в центре внимания участников рынка, и пока что толкает котировки вверх более высоким значением. Недельный график демонстрирует также восходящий канал, но более долгосрочный, еще получавшийся в начале 2016 года. Потенциал роста является отметка 62 доллара за баррель максимум, это же и максимум 2015 года. И, соответственно, фундаментальные факторы спроса на нефть, разрешение деловой активности в производственном секторе, все это будет подталкивать, и не в последнюю очередь будут обращать внимание участников рынка на возможные будущие сокращения, которые сейчас уже, призыв к которым уже звучат в ближайшее время. Это все, чем я хотел поделиться по поводу рынка нефти, он все еще остается волатильным и интересным, но перспективы ближайшего развития, сравнение с тем, что было в ноябре, остаются, сменились с нисходящих на восходящих. Именно благодаря этому сокращению нефти, который вступил в силу в конце 2016 года, в начале 2017 года.